А я знаю, может, я хочу сказать, что последнее заслово. Открывайте двери. Депутат Государственной Думы на суд. Суд открытый. По какой причине вы наши права ограничиваете? Казани прислать на суд. Что? Казани прислать на суд. Ваши действия закон регламентируют, а не председатель ваш. Вы совершаете преступление. Вот вы здесь все совершаете преступление. А у них есть значки с номерами. Вы нарушаете законы. Российской Федерации. Вас надо всех увольнять. Увольнять по статье без права работы в полиции. Вообще в государственных учреждениях. Это я вам констатирую. И вашим семьям, вашим родителям. Вы нарушаете закон. Закон нарушаете. Я имею право быть на суде. Зачем мне этот паспорт РФ, если я не могу пройти в суд? Зачем он мне тогда? Александра, до какого времени? У меня паспорт РФ. Пашист не пройдет. Пашист не пройдет. Фашист не пройдет. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Пазон, 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 пазон. Смени масочку, масочку смени. Ну что там, какие-то решения? Ну что вам сказал председатель Судар? Девять человек там уже сидят. Девять? Пропускайте, хорошо. Две, а значит две. Все понятно. Кто сказал, пропустите. Я на процессе ду, депутат, государство не думает. Руки прочь от Рудинина! Нет рейдерским захватом! Нет рейдерским захватом! Нет рейдерским захватом! Нет рейдерским захватом! Пропустите человека на процесс! Вы идиотисты, лошади! Вы совсем идиотисты! Здесь вообще-то суд, и вас судить будут! Пропустите, мы не будем доходить одного-то пропустите на процесс! Мы! Другие! Ну я вам говорю, мы не пройдем, его-то пропустите на процесс! Мы! Другие! Мы! Другие! Мы! Другие! Другие! Другой процесс! У меня банкротство вообще-то не следит. Просите, какое начать? Назовите фамилию, назовите! Вы не речи правы, вы не распорядители! Сюда! Назовите фамилию! У меня первый зал был в плотный процесс, в один с километров! Да нет, судебный пристав определяют! Вон они там стоят! Вот, судебный пристав! Пусть этот человек на процесс другой! Снимите маску! Ну что творите-то? Пропускай! 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 Другой процесс! Пропускай! Пропускай! Ребята, вот мы определились! Допускай, Хонор. Ребята, вот у меня в пределении сегодняшнего! Чего на процессе! Поэтому вы обязаны к этому всему, кроме того, что вы не можете препятствовать про Хонора, как претенателю суда! Там мы с Казани. А, там другие вороны. Господа Плиссал. Господа Плиссал. Мы вообще-то родимы. А? Родимы. Серьезно, держи. У меня парковщик. Даже по их цифрам большинство не голосовало согласно от всего населения. А если бы по-честному считалось, они бы не смогли принять весь партнер. Я считаю, что сейчас надо им давать бой везде. Судак, осенние выборы. Пока они еще проходят по старым правилам, где можно хоть как-то контролировать. Ни одного голоса единородцев, их ставленников, всяких спойверов. Только залил патриотическую команду. Если нет наших, то нужно поддерживать другую оппозицию. Это умное голосование. Это мы давно придумали его. Понятно? Все хотят приватизировать. Ради Бога, нам не жалко. Мы авторские права не обеспечены. Но по сути, умное голосование это не голос единородцев, поддерживает самых сильных оппозиционеров. Как правило, в большинстве случаев в этом кандидат подъем патриотический как правило всех в союзе. В отдельных случаях, в том, что другие подъемы. Поэтому надо действовать. Гальбанас, водила, единственная наша сила. Уважаемые граждане, я вам не говорю. Здравствуйте. Почему вы сегодня пришли к суду? Ну, потому что мы за совхоз Грудинина, за коллектив Грудинина, за то, чтобы у нас производилась экологически чистая, безопасная продукция для нашей страны, для наших жителей, для наших детей, для нашего потомства. Нет ГМО-продуктам, нет иностранному засилью. Мы за то, чтобы наши дети росли здоровыми, красивыми, сильными, счастливыми. Это уголок рая на земле. Этот рай надо распространить на всю страну. Вообще прекрасно, что есть такой Павел Николаевич, который сплотил вокруг себя. Ему не просто так доверились люди. Это дай Бог. А вот те, кто против него, их покарает кара небесная. И не только на том, но и на этом свете. Они проклянут тот день, когда они связались с Павлом Николаевичем, с его совхозом. Уважаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Настоящих рабочих людей, созидателей. Он инженер, он созидатель. Вместо того, чтобы ему сейчас работать на благо народа и совхоза, и людей, которые его защищают, которых он одевает, бегает, окормит и прочее. Его судят. Просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Все те, которые боятся его. Боятся. А честь, честь и справедливость, она победит все равно, рано или поздно. Ибо Бодро сказал, вся сила в правде. Понимаете? Я вас понимаю, вы за это деньги получаете. Вам надо работать как-то. Но поймите... Уважаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Порядочность какая-то должна же быть. И вот вы народ доводите до типения. Мой отец воевал, мой дед за родину погиб. А я должен на диване лежать. И тысячи, тысячи, миллионы таких, как я, придут защищать эту родину. Уважаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. И что самое интересное, предпоследний суд был Грудинину, замкадом. Теперь суд почти рядом с Кремлем. А последний, следующий суд будет в Кремле. Понимаете? Будет в Кремле. И вы доведете этим самым. Вместо того, чтобы народ защищать, вы защищаете все нечесть. Уважаемые граждане... Боятся, трясутся в страхе. Так и получится. В общем-то, совхоз имени Ленина – это наше все. Это рабочие места. Это хорошие зарплаты. Это в первую очередь для Москвы, 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 чей вкуснейшая клубника, земляника, натуральная. Это не химия, которая нам постоянно кормит. Польнокласс, мы с Китая, с Гиппи, всяким, извините меня, непотребным товаром. Вот. В связи с совхозом мы пришли и хотим поддержать, так как наше правительство нам не может обеспечить много рабочих мест и нормальными продуктами. Это делает Грудинин. А что происходит сегодня здесь, на ваш взгляд? Мы поддерживаем Павла Грудинина и его совхоз, чтобы ни в коем случае его не закрывали, ни в коем случае не покушались на честь и достоинство совхоза имени Ленина. А суд пускает? Суд – это общественное место. И сейчас очередной раз мы убеждаемся в том, что закона нет в нашей стране. Иди, и строй своих солдат. Над каждой крышей, каждом из сердец, Свобода дышит, зреет, в грозьях неба. И священный ряд, твой волею крепкать, Уже к оружию тянется рука. За бою всех сестер, невест и жен, За каждый крик, за каждый детский стон, Закрой поэк, как слезы матерей, Не может быть прощения и прощады становись на строй. Мы с нами вместе бой, Кричок, кричок, пойдем последний бой. Наступит наш счастье, кровавая банда, Не выдержит гнева народа-гиганта. Борьба нас сплотила, единственная наша сила. 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 В 11 часов должно начаться рассмотрение дела в Грузине, но так называемого, когда рейдеры хотят заполучить недостающий им контрольный пакет акций. Вот посмотрите, собралась огромная толпа людей неравнодушных, людей, жители СССР, депутаты АКСФР, просто неравнодушные граждане. Для того, чтобы послушать, как будет вообще вершиться это правосудие, я думаю, что это будет гриворукое правосудие. Но несмотря на то, что заседание суда открыто, посмотреть людей не пустили, все категорически против такого беззакония, несправедливости. Как вы видите, скандируют за совхоза Павла Николаевича Грудинина. Мы все его поддерживаем, мы все Грудинин. У нас вся страна поддерживает. А что они будут делать? Да понимаете, мы на них хотели. Прямо, извините меня. Мы будем делать? Барикады, мы все рядом. Да. Мы разденемся. Шиес, много мы сможем. Целый ветвь власти, она парализована просто из страха у этих жуликов, что им что-то здесь угрожает. Они оградили себя кордоном из полиции и планируется спрятаться за их стенами. Хотя это наше законное право присутствует на открытом процессе. Здесь есть не просто граждане, здесь есть депутаты, в том числе до самого верхнего государственного уровня Госдумы. Есть журналисты, аккредитованные в том числе. И то, что сегодня власть ограничивает наши права, говорят о том, что они живут в страшном страхе. Я думаю, там все туалеты забиты, как сейчас ваш старат сказал, они дрищут просто без конечного страха. Происходит следующее. Беспредел. По регламенту пропуск здания суда осуществляет только судебные приставы. Никакая полиция не может это определять. Не допускается ни депутат Государственной Думы. Ссылается, вышел судебный пристав, вот он во втором ряду, боится, что мы его тут задаем. Ссылается, что председатель суда ему дал указание никого не пускать. Зал маленькой вместимости, что там якобы 9 мест и 9 человек присутствуют уже. Ну это из числа возможных участников процесса. Тем не менее, никакие ограничения. Я, как депутат Государственной Думы, по доверенности трудового коллектива, профсоюзной организации конференции НКО «Молния», спасая это предприятие, прошел, бытно с депутатом, 7 заседаний Федерального арбитражного суда. И надо сказать, что на депутатах Государственной Думы не распространяется ограничение по присутствию. Кроме того, закрытые заседания могут быть объявлены только в связи с необходимостью сохранения Государственной тайны. Здесь ни о какой Государственной тайне, когда речь идет о клубнике и совхозе сельскохозяйственного предприятия, не может идти и речи. Поэтому, совершенно возмутительный факт, и я разговаривал со старшим вот этой группой полицейских, который какую-то чушь нес в оправдание своих действий и своего приказа, который отдал рядовым полицейским. Он сказал, что допуск осуществляется исходя из количества. Какое количество? Речь идет, по крайней мере, об одном депутате Государственной Думы. И здесь препятствия в соблюдении количества. Чушь собачья. И, конечно, это все беспредел. Правовой беспредел. Никого не пустили. Больше того, не пускали даже участников иных, проходящих сегодня заседаний. Вот мужчина очень настойчивый был. Ему принесли записку, написали, что его заседание перенесено. Вот только для того, чтобы не пропустить никого, даже переносит заседание. Займая гранда, не просьба, соблюдайте социальную дистанцию полтора-два метра. А вы спите, тоже повторяете это во сне, да? А чтоб не забыли. Вас жена встречает, а вы говорите, соблюдайте дистанцию полтора метра. А мы что-то незаконно делаем? Чушь там обращается. Мы нарушаем закон сейчас? Да, подожди, это нашелся человек, который знает чуть-чуть больше слов. Может быть, вы скажете, кто отдал этот приказ. Уважаемые граждане, просьба, соблюдайте социальную дистанцию полтора-два метра. Полиция кует по трое. Один умеет читать, один умеет писать, а третий приставлен присматривать за этими опасными интеллигентами. Аль, Николаевич, это социальная дистанция, а не с ней санитация. Почему они не санитаются? Социальная дистанция, это между нами и теми, кто сидит и принимает там решение. Социальная дистанция, если кто-то говорит. Человеческая помощь, очевидно. Неграмотная. Уважаемые граждане, просьба, соблюдайте социальную дистанцию полтора-два метра. Поэтому мы уже все, мы здоровы абсолютно. Спасибо за беспокойство, мы уже не заболеем. Там вот, больные там находятся. В этом помещении. Так, так, так. Перезагрузка, как пошло, что не пошло. Новая версия, да? Сразу скажу, мы заинтригованы, что он сейчас скажет. Вот, сейчас будет сенсация, сейчас будет что-то. Нет, нет, да тут ломайте шаблоны наши просто. Я 15 лет поработал с Шиколе, и у меня статистика. Самые балбесы, двоечники и придурки шли в милицию. Вот, блин. Ну, давайте, мы сейчас... Там есть хорошие ребята, просто они... Я более того скажу, там есть честные люди, которые действительно пришли бороться с полицией. Но лично я во втором оперполку таких не видел. Они единственное, чем занимаются, это избиением людей на митингах. Он самая талантливая просто. Это гестапо, это второй мерополк, известная гестапо. А я не понимаю, зачем подогнали автозаки? Куда будет видеть людей, а там вообще никогда не подогнали. Да, нету дистанции, да. Даже туалета нет. Николай, где граммофон саратовский? Я не знал, что нас не пустят. Николай, почему вы не пустили сегодня? Не пустили, потому что боятся правды, боятся тех, кто ее озвучивает, боятся меня. И не только меня не пустили. Не пустили и Тарасова, и Ступина, и Рашкина, и всех других, кто сегодня пришел, граждан. Потому что они хотят замолчать всю критику, все негодование людей. Соблюдайте Ельцовскую Конституцию! Я пропустил, можно еще раз? По просьбам трудящихся. На бис, так сказать. Можнаемые граждане, просьба соблюдать дистанцию полтора-два метра. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Я, видимо, не очень выучил, на один раз хватило. Мы вам сказали новый текст, ну пожалуйста. Давай, давай! Просим! У тебя получится! Соблюдай социальную дистанцию полтора-два метра. Мы верим в тебя. Ты просто не веришь в себя. А Путин в тебя верит. Он единственное, во что верит. Покажите пример, какой? Какой полтора-два метра? Между собой покажите. А да, почему у вас между собой-то меньше? Это был пример против вас? Да, пожалуйста. Спасибо вам большое. Урожаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Два метра. Тебе надо было просто быстрее реагировать, понимаешь? Не готов был как-то, не готов. Мы же пленку было включить. Это им не подсказывает. Единственная наша сила! Борьба нас сплотила! Единственная наша сила! Борьба нас сплотила! Единственная наша сила! Борьба сплотила! Единственная наша сила! Борьба сплотила! Уважаемые граждане, просьба соблюдает социальную дистанцию полтора-два метра. Войкан спотила единственная наша сила! Ой, а скажите, пожалуйста, а почему вы в местах скопления граждан ходите с табельным оружием? Вы не в курсе, что это делать вообще-то нельзя? Стрелять будете? Не-не, подождите, при чем стрелять? Запрещено носить табельное оружие в местах массового скопления граждан. Умейте его носить, не можете, у вас же своя тюрьма будет трагедия. Ну нельзя носить. Вам что, не рассказывали эти вещи, нет? Ну... А вас это серьезно не смущает? То есть вы это считаете нормальным? А зачем вы сюда пришли с оружием? Расскажите нам, пожалуйста. Служить народу с оружием пришли, да? Народу служите? А какому народу, простите, тогда? Уважаемые граждане, просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Уважаемая полиция, просьба соблюдать права граждан. Вы не приближайтесь, пожалуйста. На основании какого вы ко мне обращаетесь вообще? Я что, нарушил что-то? Вы не представились. Подходите к полиции, подходя к кому-то. Держу что? Вы не представьте. Вы не соблюдаете дистанцию. Ай-яй-яй, сорок. Позор. Что они от вас потребовали? Они потребовали, чтобы мы все замолчали, разошлись и позволили себя грабить дальше до бесконечности. И вы же сказали, русские сдавайся. Чтобы мы все встали на коленях и все это проглотили. Но по сравнению с фашистами они не обещали, что на оккупированной территории будет жить хорошо. Просьба соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Держи за всеми твоими столиками, за всеми столиками. Ты красавчик. Но таких реально больше нет у нас в России. Ну ладно тебе, миллионы. Да-да, а где они сидят? Просто не слышно. Интернет такая сложная штука. Думаю? Николай, спасибо за то, что вы делали. Запишите, подписывайтесь. Спасибо. Спасибо. Это решение даже озвучил счетная палата. Они сделали доклад и его представили в Государственную Думу. О преступной приватизации, которая произошла в 90-е годы. Преступной. Этот документ есть. Поэтому мы обязаны его в случае смены власти пересмотреть в сторону народа. Это и собственность, это и недра. Это все, что было захвачено, разворовано за копейки. А то и бесплатно. Вот эти воры и жулики ответят. Они все ответят. По закону. Еще и смертную кассию установим. И они будут еще и жизнями отвечать за те преступления, которые они совершили. И за этот период издевались над всем народом. А будет ли партия КПРФ оспаривать решение народа на голосование 1 июля? Мы свою позицию высказали. Мы его уже публично оспорили. Мы сказали, что нет этой конституции. И мы публично, общественно говорим, что мы ее не признаем. Не знаю. Только понятно, что их все раздражает. Они боятся. Думаете, начнутся задержания или нет? Не знаю. Прогнозировать не готов. Но народ настроен бороться до последнего и задержаниями тут никого не испугаешь. Социальная дистанция полтора-два метра. У нас просьба соблюдать закон. Не прекратить беспредел. Говорить. Уже. Это нормально совершенно. Пустили бы. Этого не было. Это плаката, понимаете? Это микрофон. Это трибуна. Митинги, шествия, пикетированные, демонстрации. Еще раз. Не слышу. Митинги, шествия, пикетированные, демонстрации. Это что? Это все так иначе сложно было связано. И снимите к локату. Понимаете? Снег плакат. Полтора-два метра. Зависи. С плечевки. С чем еще? С плечевки. С плечевки? А где это написано? В 54-м законе такое написано? Нет там такого. Нет там такого. Если кого-то надо притекать к ответственности, вы там кому-то сюда. Ну да. Который. К чему-то нас, ну конечно. Вы как считаете? Людей должны запустить? Ну это я считаю. Преступление самое наступающее. Политическое преступление. И экономическое в том числе. У нас нет рынка. У нас нет базара, который говорят. У нас не работает конституция. У нас не работает закон. У нас воля одного человека с самого верха в Кремле. Сказали не давать продавать землянику. И все подчиненные делают это. В том числе и губернатор Робьев, мэр Собянин. Все это под козырек и не дают. И только акции протеста, которые мы, активисты, москвичи, пришли дважды к мэрии и сказали, дайте нам возможность покупать землянику и кушать нашим детям, внукам, старшему поколению здоровья набираться против этого ковида, против которого якобы вы боретесь. Разрешили? Скажите, пожалуйста, вот гражданин сотрудник полиции говорит, что у нас акция. Почему она акция? У нас нет формы наглядной агитации, нет плакатов, нет звукоусилищей аппаратуры. Он предупреждает у вас, чтобы не... А чтобы мы их... Ну так мы что-то нарушаем? А почему? Ну это просто давление на оппозиционно настроенных граждан. Прекратите эту провокацию, пожалуйста. Нет никаких давлений. Ну а почему? Человек стоит, как у него заело пластинкой. Я к нему обращаюсь, он обязан мне, как сотрудник полиции при исполнении, ответить на мои вопросы. Принять обращение, в конце концов, если есть. Вы хотите обращение какое-то? Принять обращаться. Николай Николаевич Бондаренко внезает. Послушайте меня. Значит, заявляет о том, что мы здесь проводим... Какими-то есть у вас стверяющими? Есть. Нет, послушайте, пожалуйста, я вам... Это просьба или требование? Нет, нет, нет. Если требование, то нельзя. Вы же какое-то заявление хотите поставить? Если это просьба, я на него отвечаю. Согласно закону о полиции, я должен убедиться, ну, ваши данные. Нет, согласно закону о полиции, вы имеете на это право, в случае, если я подозреваю в совершении преступления... Нет, вы обращение меня, обращайтесь. Я к вам устно обращусь, Николай Николаевич Бондаренко внезает. Послушайте, значит, ваш сотрудник заявляет, что мы здесь проводим несанкционированное публичное мероприятие, несанкционированную акцию, которая не согласована с исполнительной властью. На основании чего он это делает? Если он это делает безосновательно, он превышает свои полномочия. Примите, пожалуйста, меры. Потому что какие-то выкрики и правильно идут. А это что, незаконно делать выкрики? Мы что, незаконные призывы здесь какие-то осуществляем? С чего вы это сказали? 54-й федеральный закон дает четкое определение, что такое публичное мероприятие. Никакие выкрики не являются публичным мероприятием. Я прочитал, я юрист профессиональный. Какое обращение? Чтобы прекратили в отношении нас эти незаконные действия. Угроза, что мы здесь что-то незаконное проводим, несанкционируем. Против вас именно, да? В том числе. Обращайтесь ко всем, в том числе в мой адрес. Примите меры? Я принял вас. Хорошо. Вы приняли действия? Ваше обращение принял. Но вы поговорите? Или нет? Я же и спрашиваю, к вам лично нету, правильно? Вы стоите со мной и общаетесь. Я закончил с вами общаться. Можете тогда меры принять? Он говорит другим людям, правильно? И мне в том числе? Вы здесь находитесь. Я в том числе здесь нахожусь. До этого я там стоял. Хорошо. Примем меры. Давайте, принимайте. Ну, мы вас что, держим руками, что ли? Давайте организуем вам коридор. Проходите. Люди идут, и вы не даете пройти? Да нет, никто к нам не подходит, никто плечами не толкается. Да. Принимайте меры, пожалуйста. Когда? Я приму меры. Вы незамедлительно должны это сделать? Замедлительно. Но вы стоите бездействуете. Примите, пожалуйста, меры. Я к вам обращаюсь. Обращение ваше я зарегистрировал. Вот рапорт отдельный. Да вы незамедлительно должны меры начать принимать. Я не вижу ничего незаконного, что делает мой сотрудник. Вы все это бездействуете. Он работает согласно закону о политике. Вы вот эти отговорки сейчас делаете и бездействуете. Лишь только потому, что слушаете не народу, а чиновничо-олигархическому режиму. Вы дубинка, которую они используют для того, чтобы давить всех несогласных. И вы понимаете, это лучше меня. И поэтому вы плохо спите и вам стыдно. И вы соседям не говорите, кем вы работаете. Именно по этой причине. Потому что раньше вы боролись с преступностью и боролись за интересы людей. А сейчас боретесь с людьми. Защищаете всю эту чиновничо-олигархическую систему от голодных, разъяренных, бесправных людей. Вот чем вы сегодня занимаетесь. И поэтому мое обращение вы сейчас спустили фигурально в унитаз. Я могу объяснить. Сотрудник не совершает. Вы сказали, что рапорт потом написали. Не совершает. По поводу вашего обращения. Но он делает наше заявление, что мы сейчас незаконные акции устраиваем. Какие акции ему устраивают? Он не совершает никаких противоправных действий. Он все действует согласно законодательству и нормативно-правовых актах. Пять минут времени моей личной жизни просто потрачено впустую вообще. У вас тоже есть семья? Где-то получается отстоять. Например, тот же самый Шиес или Байкал. Где-то там власть продавливает. Я надеюсь просто, что в этом случае они все-таки поймут, что они сами пройдут сейчас точку невозврата какой-то. И я надеюсь, что если они ее пройдут, то народ все-таки встанет на защиту. Не только левые рассказывают о совхозе и о рейдерском захвате, но и правые тоже. Мне нравится то, что происходит такая консолидация. А кто из права? Насколько я помню, Ёшкин Курот рассказывал. Он делал посты по поводу захвата совхоза. Усы Пескова. Насколько я помню, Навальный тоже рассказывал по поводу Грудинина. Открытые медиа. Да. Тарковского, по-моему. Вот я не понимаю, зачем столько полицейских, честно. Люди придут, да, выразят свое возмущение. Зачем тазахи? Зачем полицейские? Я этого не понимаю, если честно. Вот они как бы сами нагнетают негативную постановку. Я, мы, Грудинин. Саблингон, Саблингон, Саблингон. Саблингон, 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 Саблингон. Расскажите, что у вас на картинке на этой какой интересной? На верхней картинке детский сад, который построил совхоз для детей совхоза. А внизу школа для детей совхоза, которая бесплатная. Она стоит 3 миллиарда. Такая же школа в Детцовском районе на 349 миллионов дороже. 3 миллиарда 349 миллионов. И там только в прошлом году училось 12 детей бесплатно. А остальные дети учатся за деньги. Обучение одного ребенка стоит 700 тысяч в год. И там же учатся дети Воробьева и всех наших товарищей, у кого забора 4 и 6 метров. И не 6 соток, извините, а гораздо больше, гектарами. И вот построены хорошие школы для хороших детей, а здесь для всех. И Саблингон хочет, чтобы эти школы, наверное, превратились, ну, наверное, в торговые центры. Или что-то еще там. Или чтобы обучение было такое же, как в Одинцово, только не с кого брать. И самое интересное, у нас Грудинин живет с трактористом на одном этаже. И нет у него никаких офшоров, и нет никаких, как у Соловьева, вилл и граждан за границей даже по несколько штук. И, говорят, клубничный король, нет. Он человек, вы знаете, вот этим жуликам, как бельмо на глазу, как Куба в Америке. Это просто-напросто, знаете как, как бельмо. Вот это надо было распространять его опыт на всю страну, чтобы у всех были такие же совхозы, чтобы у всех были рабочие места, чтобы у всех были такие прекрасные детские сады и школы, а не его уничтожать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!